Самым важным в жизни любого человека является семья. Но если это не просто семья, а целая трудовая династия, где из поколения в поколение передается любовь к профессии, то выбранная деятельность становится доброй традицией. В селе Жосалэ Каргалинского района уже третье поколение семьи Кудря развивает сферу растеневодства и животноводства. Любовь к земле, возможность заниматься аграрной деятельностью и с каждым годом развиваться. Все эти аспекты семья Кудря передают из поколения в поколение. Фермеры занимаются животноводством, выращивают крупные и мелкие рогаты скота, а также свиней. Но основной акцент делается на растеневодстве. Глава семьи Иван Кудря в сельскохозяйственной отрасли середины 60-х годов прошлого века. Его дело успешно в наши дни продолжают сын Иван и внук Михаил. Наше хозяйство образовалось в 90-м году. Начинал дядька мой, он сейчас в данный момент в Германии. Он основал это хозяйство. После него вышли мы с колхоза. Отец мой, Иван Михайлович, тоже образовали свое хозяйство. Было два разных хозяйства. Ну, работали вместе всегда, помогали друг другу. В итоге дядька уехал в Германию, оставил землю. Мы слияние двух хозяйств сделали, осталось одно хозяйство. Называется Кудря АЭМ. Три года уже я глава хозяйства. Потихоньку отец объяснял мне все. Я с документами уже работал по доверенности. В итоге сейчас перенял полностью. Сын у меня, Михаил, 16 лет. Окончил 9 класс. Сейчас поступил на токаря в Орске. Как отмечает Иван Иванович, супруга которого Ирина, к слову, работает в хозяйстве бухгалтером, профессия токаря востребованная и пригодится в жизни. В первую очередь, конечно же, в сельскохозяйственном направлении. Молодежь не горит желанием работать в поле и стремиться в город. Но это не касается Михаила, который твердо намерен продолжить семейное дело. У меня ближе сердце лежит с душой все на технику и на агротехническую сферу. Я хочу этим заниматься и продолжать все это после отца. А что хочу за нынешнюю молодежь сказать, ну это их решение. Они выбрали путь свой в город. Кто хочет, может оставаться. Никого заставлять не надо. Их решение. Сам процесс нравится того, как цветут поляр. Цвету ты их удобряешь так красиво. Вот эта красота не сравнится ни с чем. Это прям вот в душе забивается. Сейчас в токаре учусь. Приеду, буду продолжать все. После отца я все перенимаю и будем продолжать. В текущем году аграрии засели 2000 гектаров пшеницы и ячменем. Часть земель оставили под пары. Посевная кампания прошла хорошо, уложились в 18 дней. Этому поспособствовала высокопроизводительная техника. Урожай также ожидается неплохой. Развитию хозяйства способствует государственная поддержка и соблюдение фермерами необходимых агротехнологических методов. Снегозадержание делаем, стерню выше оставляем, чтобы снег ложился. В принципе, зимой снег лежал хорошо на полях. Влага и влагозарядка хорошая была. Плюс дожди также опять же прошли. Ну, в принципе, влагозапас отличный вообще был. За счет осени еще много влаги было в земле. Субсидии на комбайны получили мы в полном объеме, вот как по программе было. В данный момент Борону я взял 50 на 50. У меня на осень второй платеж. После этого буду оформлять тоже на субсидии. Ну, топливо удешевленное получаем. Гербициды, удобрения тоже закупаем. Тоже субсидируется это все. Подаем документы, получаем субсидии. Формирование действует на территории Кимперсайского сельского округа, куда помимо села Жосалы входят населенные пункты Кимперсай и Карабутак. Общая численность населения превышает 700 человек. В нашем округе население в основном занимается растениеводством и животноводством. Действуют 32 крестьянские хозяйства. В их числе 9 задействованы именно в растениеводстве. Общие земельные наделы, отведенные под это направление, превышают 9900 гектаров. Они успешно осваивают имеющиеся наделы, что способствует развитию отрасли. Отметим всего, по Каргалинскому району в текущем году было засеяно более 150 тысяч гектаров. Свыше 116 тысяч отвели под зерновые, 12 тысяч гектаров под масличные и более 21 тысячи под кормовые. Кроме того, на площади в 1161 гектар посадили картофель, 460 гектаров заняли овощи и 36 гектаров бахчевые культуры. Николай Сырбов, Миржан Аманжолов, телеканал Актубе.